Так вот, понятие эссенциализма в постколониальной науке имело следующее определение. Это такое понятие, которое, подверстывая под себя некую часть сущего, вменяет ей определенное единство. То есть это такое понятие, которое допускает статично, как здесь говорят критики, существование некоторой сущности, и на этой основе из этого выводятся некоторые следствия, предположительно гегемонные, а значит и репрессивные. Я приведу, чтобы не ходить далеко, самый расхожий пример и скажу вам, что таким понятием очень долгое время, да и до сих пор, является понятие «женщины», написанное с большой буквы. Именно против этого понятия возражал тот отвод антиколониальной мысли, который называет себя гендерным, показывая, что это самое понятие «женщины с единой сущностью» является главным, а возможно единственным оплотом репрессивной политики. И я хочу сразу сказать, что вот эта самая антиколониальная критическая мысль на самом деле является мыслью, с которой нам сегодня довольно трудно обходиться, ибо в своем ощущении давящей репрессивности, в необходимости дать этой репрессивности немедленный и принципиальнейший ответ, она зачастую вела себя достаточно неаккуратно. Так, например, она никогда не принимала в расчет те тоже вполне антиэссенциалистские теории, которые сложились на оси мысли, скажем, Хайндегера или Адорна. Все эти теории, гендерные мысли тоже были записаны в достаточной степени оскорбительные белые шовинистки, и поэтому свои проблемы она старалась решать сама. И вот в этом смысле я полагаю, что критикой эссенциализма этой теории не удалась. Не удалась она именно на том основании, что там, где эта теория видела вменение чего-то единого, чего-то опасного и подверстывающего тождественного, именно там мы это единое усмотреть и не можем. Ибо что, скажем, делает понятие женщины в такого рода достаточно гегемонном, на взгляд, критиков тексте, как текст закона? Совершенно очевидно, что если мы с этим текстом будем работать внимательно, то заметим, что в каждой статье закона, например, о женщинах, сегодня этот закон, конечно же, довольно трудно встретить, таких положений осталось довольно мало, но тем не менее любой закон на этот счет в каждом из своих пунктов пользуется понятием женщины не одинаково. И это давно знали разнообразные юридические крючкотворы, чем они, конечно, прекрасно и пользовались. И в этом самом смысле я бы сказал, что антиколониальная гендерная мысль зачастую путает те две ситуации, которые, скажем, никогда не путал Мишель Фуко. Это две ситуации, две огромные парадигмы истории мысли, истории закона, которые сам Фуко называет, собственно, авторитарными и, в свою очередь, дисциплинарными. И именно тогда показывает Фуко, когда начинается так называемая дисциплинарная мысль, а происходит это постепенно к так называемому новому времени, так что, в общем-то, все новое время с понятием дисциплинарности мы можем отождествить, как только возникает дисциплинарная мысль, говорит Фуко, как всякое могущество единого рушится, как наступает некоторое состояние, в котором то, что мы только можем увидеть, это всегда различие. И в этом смысле никакого гегемонного единого здесь уже не существует. Понятие дисциплинарности, говорит Фуко, это такая сцена, где вменяются самые разные различия, где эти различия имеют вхождение как с одной стороны на территории институционального управления, так с другой стороны и с, так сказать, протестных горизонтов, с горизонтов, которые себя худобедно-революционными мыслят. И вот в этом смысле Фуко с самого начала настаивал, и это очень для нас важно, не существует, так сказать, репрессивной стороны, где вменяется некоторое угрожающее единство, и с другой стороны, стороны критической, на которой пытаются работать с различиями и каким-то образом это единство расщепить. То, что нам дано с самого начала, говорит Фуко, это сеть разнообразных различий, в которых невозможно различить, где действует то, что мы называем институциональной авторитарной властью, а где с другой стороны действует разнообразная субверсия, подрыв и так далее. То есть инструмент для работы с гегемоном, говорит Фуко, нужно искать на территории самой гегемонии. Нигде больше его нет. И вот в этом самом смысле Фуко, на мой взгляд, очень успешно выходит за пределы той протестной критической мысли, которую я бы назвал клаустрофобической, и которая постоянно изиждется на мифологеме некоторого закрытого, полного и сглаживающего, и с другой стороны, открытого, свободного и поддерживающего систему различий. Вот в этом смысле эта мифологема, которую я мог бы с тем же успехом назвать, скажем, метафизической идеологемой, потому что противопоставление внешнего и внутреннего является, конечно же, сердцем всякой метафизической абстрактной мысли, и это различие до сих пор по-разному, хотя мы этого зачастую не замечаем, нами управляет. Вот от этой самой мифологемы Фуко успешно уворачивается. Для него нет ничего, кроме того, что он называет различием, и кроме того, что он называет властью, или же политическим, которое это различие поддерживает. И в этом смысле неудивительно, что Фуко порой называли даже фашистом обвинение, которое, в общем-то, было с него как в курсе вода, поскольку ясно, что речь с самого начала шла о другом. И я хочу показать, как именно с понятием различия однажды обошлась одна из довольно крупных представительниц постколониальной мысли по имени Рози Брайдотти, которая посвятила различию целую работу. И работа эта обладает некоторой забавной логикой, которую я бы хотел перед вами обрисовать, и тем самым поставить последний штрих на том, что на деле является политическим, и как политическое в наши концептуальные ставки проникает. Брайдотти также работает с понятием различия, но работает с ним образом своеобычным. Так она с самого начала заявляет о том, что по меньшей мере существует два типа различий. С одной стороны, говорит Рози, это различие гегемонное, это различие, которое господствовало во времена так называемого мужского господства, господства единого, которое всегда устроено иерархически. Иначе говоря, это различие между господином и рабом, слабым и сильным, и в конечном итоге между включенным и исключенным, который по тем или иным причинам к благам господствующего класса не допущен. И Рози говорит нам о том, что наступает время, когда мы должны вместо этого гегемонного и репрессивного различия ввести какое-то другое. Это должно быть свободное различие, чистое различие, которое было бы совершенно не гегемонным, но которое позволило бы выявить уникальность и сингулярность каждого сущего. Это такое различие, которое Рози, уже не стесняясь этого, называет хорошим различием, в противоположность тому самому плохому, которое так долгое время над нами давлело, и, конечно же, господствует и сегодня. Иначе зачем бы Рози считала себя протестным мыслителем. И самое забавное, что Рози здесь, и я с психоаналитической стороны не могу этого не заметить, обходится с различием, так же, как, по мнению психоаналитика Мелани Кляйн, грудной ребенок обходится с хорошим и плохим объектом, который в мифологии этого грудного ребенка является одним и тем же, то есть грудью. И Мелани Кляйн с самого начала замечает, что действительно маленький ребенок не может воспринять грудь как нечто целое, но он всегда имеет с ней дело, как с одной стороны с чем-то хорошим, поскольку она питает и дает жизнь и удовлетворение. А с другой стороны, эта грудь иногда ведет себя так, что не оброшено на нее с ругательствами просто нельзя. Порой она дает мало молока, иногда где-то гуляет. В общем, претензий к ней масса. И поэтому ребенок не в состоянии это противоречие разрешить, называет эту грудь, ну, разумеется, ничего при этом не артикулируя, плохой. И в этом смысле, в этой системе, совершенно мифологической системе хорошего и плохого объекта, он долгое время до появления речи существует. И я, конечно, понимаю, что в аудитории могут присутствовать люди, которые относятся к философии Рози Брайдотти очень серьезно, и их мое сравнение может оскорбить. Но я, предупреждая это оскорбление, с самого начала хочу указать, что это юмористическое сравнение с грудью нужно мне для того, чтобы подвести вас к совершенно серьезному теоретическому сбою, на который Рози Брайдотти смело грудью бросается, при этом совершенно его не замечая. Ибо совершенно не ясно, как, произведя это различие между плохим и хорошим различием, она сама намеревается это различие обосновать. Никакого инструмента, очевидно, у нее нет. Поскольку каждый раз различие у нее изначально стянуто либо на одну, либо на другую сторону. И кроме плохого и хорошего различия, она никакого различия в распоряжении не имеет. И поэтому не ясно, как она с этими двумя огромными кластерами будет обходиться, и каким образом самыми что-нибудь может различать. То есть вот этим самым советом Фуко искать инструменты в том же месте, там, где они лежат, и не уповать на то, что перед нами выпадет какое-то плохое различие, от которого можно в пользу хорошего как-то отказаться, и при этом еще в море различий не потеряться. Вот уповать на это, конечно же, не следует. И этим советом Рози Брайдотти пренебрегает, что в итоге приводит ее к тому, к чему приводит. И задача остается нерешенной. И я хочу сразу указать на то, почему эта задача таким образом решена быть не может, потому что прежде всего Рози Брайдотти, но впрочем, как и многие протестные политики и теории, уповает прежде всего на то, что я назвал бы общим моральным чувством. Именно в тот момент, когда это самое общее моральное чувство на территорию мысли и на территорию критики допускают, иначе говоря, как только полагают, что и вправду есть что-то такое, очевидно, плохое, и мы не можем его назвать, но оно себя выказывает как несправедливое, давящее, репрессивное и тому подобное. И с другой стороны, существует что-то хорошее, удерживающее горизонты борьбы, новизны и так далее. Вот как только мы это общее моральное чувство допускаем, как наше рассуждение тут же выпадает в некую сферу, которую я бы не называл неполитической, в силу того, что я успел до этого политическому максимально широкое определение дать, и отказываться от него я не собираюсь. Но, тем не менее, это суждение является политическим не там, где оно этого хочет. И, по сути, то, что оно об этом общем моральном рассуждении делает, это, конечно же, то, что Дорида назвал деполитизацией, как неким движением мысли, которое одной рукой затирает то, что до этого удалось нарисовать другой. И вот в этом самом смысле я хочу выдвинуть такое утверждение, которое может показаться, опять же, оскорбительным и, может быть, с некоторой точки зрения чересчур сильным, но я на него все же пойду в свете того, что было выше объяснено. Я полагаю, что то, что сегодня называется протестной политикой, политикой, которую по существу поддерживает так называемый левый интеллектуал, по сути политикой не является. Ибо именно потому, что, как правило, эта самая левая политика, эта самая политическая, а мы знаем, что на понятии политического левый особенно настаивает, и он пытается здесь установить уже что-то вроде своей гегемонии, которая позволила бы ему указывать, что, по сути, здесь является прогрессивным, а что реакционным. На самом деле, там, где левый хотел бы видеть свою деятельность политической, она таковой не становится, именно потому, что вот этот самый общий моральный аргумент, это самое общее моральное чувство является в действиях, ожиданиях и аффектах левого полностью определяющим. Именно с него он начинает, с того, что можно было бы назвать моральным выбором, ибо сразу этот первый моральный выбор оказывается для него решающим. Первый шаг, который делает левый интеллектуал, когда он в известные ряды желает вступить, это, конечно же, то, что называется выбором экзистенциальным. И на этом здесь все завязано и построено. Какие бы более тонкие аргументы после этого не были приведены, какие бы теоретические сложности не были бы здесь потом в разоблачении критики задействованы, здесь всегда бывает что-то такое, что называется и уже присутствует в качестве истории экзистенциальной лексики прыжком. И вот этот самый прыжок, который в определенный исторический момент мог быть воспет как наиболее прогрессивное действие, и, собственно, почему и нет, ибо, в конце концов, и такое прославление прыжка может быть в определенное время политическим, тем не менее, сегодня на этот прыжок уповать мы больше не можем, поскольку ситуация такова, что, как я постоянно пытаюсь показать, требует самого специфического и серьезного продумывания того, что называется различием, но того, что никогда, по сути, толком в качестве различия не видится и не понимается. Это некоторое смещение, это некоторое такое место, которое я попытался обозначить в качестве разрыва между открытым ожиданием, открытым высказыванием и между чем-то таким, что высказывание это странным образом ориентирует. И я при этом о контексте вовсе не говорю. Я говорю даже не об историческом месте этого высказывания, но о чем-то таком, что само это высказывание в качестве ставящего на себя самое акта вводит в неустранимое противоречие самим собой. И именно это место, с одной стороны, обездвиживая и подвешивая любое прямое открытое высказывание, любой призыв, любую пропаганду, с другой стороны, позволяет в этой прямой пропаганде чему-то за ее пределы выпасть, остаться невидимым чему-то такому, что по сути является движущим элементом системы. И именно поэтому, слава богу, никогда на территории одной только пропаганды, какой бы сложной, прогрессивной она ни была, мы не остаемся, поскольку именно в силу вот этого самого устройства, акта высказывания, что-то каждый раз остается пропавшим и, тем не менее, продолжает неустранимо действовать, продолжая движение и заставляет дискурс возобновляться в местах нового настояния и новых ставок. И в этом смысле я бы сравнил наше сегодняшнее историчное положение с игрой в колечко. И не случайно этот образ так привлекает некоторых мыслителей. Скажем, Лакан часто говорил о колечке, которая скользит по цепочке от игрока к игроку. Но я бы здесь вспомнил другой вариант этой игры в колечко, в котором основной ссорей ситуации является то, что большая часть участников до самой последней секунды не знает, у кого это колечко находится. И я даже полагаю, что мы находимся в еще более радикальной ситуации, когда не только и сам ведущий неким образом уже не помнит и не ведает, есть ли колечко у него или нет, и кому он в итоге его положил. Но может статься даже и так, что тот, кто сегодня колечком обладает, по сути этого не знает и не чувствует. И поэтому тогда, когда будет произнесена заканчивающая сакраментальная фраза, кольцо, кольцо, выйди на крыльцо, может статься и так, что никто не выскочит. И мы можем быть уверены только в одном, что колечко это непременно есть.